18 декабря 2019 года ознаменовалась заявлением Гвинет Пелтро о своем уходе с поста возлюбленной Железного Человека, который она воплощала на экране уже более 10 лет. Что же послужило поводом для завершения сотрудничества актрисы с Marvel Cinema и есть ли шанс увидеть ее в роли Пайпер Поттс в будущем после Мстителей конца игры, а также наденет ли подруга Тони Старка его Железный Костюмчик. Вы узнаете, если досмотрите наше видео до конца. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем! Ну что же, не так давно изданию Варьете посчастливилось добыть просто сенсационное признание Гвинет Пелтро о том, что она больше не намерена исполнять роль Пайпер Поттс в последующих кинолентах франшизы. А дословная актриса изрекла следующее. «Я уже немного стара для того, чтобы прыгать в костюме. Мне очень повезло сделать это. Я дружила с режиссером Джоном Фарроу, и это был действительно замечательный опыт создавать первого Железного Человека, а затем наблюдать, насколько важным он становится для фанатов. Для меня большая честь быть частью чего-то, чем люди так увлечены. Если вдруг меня попросят вернуться на один день, я всегда буду рядом, если понадоблюсь». Так какие же выводы мы можем сделать, проанализировав этот спич? Ну, во-первых, говоря о том, что она стара, Гвинет не то лукавит, не то напрашивается на комплименты. Ведь, несмотря на свой уже и впрямь не юный возраст, 46 лет, выглядит она просто отлично, и при желании еще как минимум пару лет могла бы оставаться подругой миллионера, согласно сценарию. Нет, скорее всего, Пайл Троу попросту желает примерить новые роли, чтобы не застрять в одном амплуа. Хотя, судя по всему, актриса не рубит в конце окончательно, и если вдруг Marvel Studios предложит кругленькую сумму за то, чтобы появиться в небольшом эпизоде в будущем, она вряд ли откажется. А озвучив сам факт того, что в последующих кинолентах может понадобиться ее присутствие, Гвинет Пайл Троу дала надежду фанатам, что исполнительный директор Stark Industries не погибнет в решающей битве Эндгейма. Хотя радоваться, конечно, рановато, ведь эти самые эпизоды, куда могли бы позвать актрису, могут быть каким-нибудь воспоминаниями других участников проекта Мстителей или же результатами путешествий во времени. С другой стороны, в пользу того, что Пайпер Поттс таки переживет финальное сражение, свидетельствует подписанный ее рукой чек для тети Мэй в новом Spider-Man, событие которого, согласно хронологии, происходит после Мстителей Финал. Ну, время покажет, а сейчас хотелось бы обсудить другой интересный момент. В своей прощальной речи Гвинет обмолвилась о костюме, в котором ей якобы тяжело скакать. Есть, конечно, небольшой шанс, что речь идет о деловом костюме, в котором Пайпер Поттс ведет дела Тони Старка, но все же, скорее всего, это костюмчик потяжелее. Да-да, речь идет все о той же фотке, где Гвинет Пелтро облачена в костюм Железного Человека. Скорее всего, не минет ее чаша сия, ей таки придется потаскать пару лишних килограмм на своих хрупких женских плечах для съемок Четвертых Мстителей. Ведь учитывая то, что Танос переполовинил героев, способных ему противостоять, то любая помощь в таких обстоятельствах была бы на вес золота. А поскольку Тони Старк прохлаждается в космосе, его возлюбленная могла бы позаимствовать доспехи, хотя бы и для его же спасения. Как вариант, не исключено, что Железный Человек таки погибнет в начале фильма и, получив послание, Пайпер не растеряется, а отчаянно впрыгнет в один из его нарядов и присоединится к защитникам, чтобы вернуться в прошлое и предотвратить смерть непутевого Старка. Да и в комиксах Мисс Поттс имела свой вариант Железного Супергеройского облачения, правда подаренный ей самим Тони Старком. Вот такие новости на сегодня. Пишите, хотели бы вы увидеть подружку Железного Человека в его костюме, а мы с вами будем прощаться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока!